Деновских вещей, если я в ваша Родина день! Этим, да более знакомым мотивом, Ольга Головкина каждый год радуется, как в первый раз. Казалось бы, все как обычно. Фонтовой альбом, праздничный китель и военный оркестр. Но обстановка домашняя. В этом году мини-парад персональный. Такая традиция, которая заложена у нас уже не первый год. Мы приезжаем, в частности, к Ольге Кузьминичной, для того, чтобы поздравить ее с этим замечательным праздником, с Днем Победы. И выразить ей слово благодарности за то, что мы, сегодня это поколение, можем трудиться на благо нашего города, на благо нашей страны. И прекрасно понимаем, какой ценой далась эта победа. О храбрости Ольге Головкиной можно говорить часами. Так и происходит, когда в ее дом заглядывают почетные гости. Сегодня спасибо за подвиг, женщине лично говорит мэр города. Ждем Победы! Крепкого здоровья! Ряды Красной Армии Ольга Кузьминична пополнила добровольно. Свой фронтовой путь начала в 1943-м. Тогда ей было 18. Служила под Сталинградом прожектористом. Боевая задача хрупкой девушки заключалась в освещении немецких самолетов, чтобы дать возможность артиллеристам уничтожить врага. За безупречную службу награждена Орденом Отечественной войны второй степени и медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Я желаю, чтобы не видели того, что видела я. Вот она как-то сказала, они же как одна смена дежурит, другая спит. Говорит, пришли от нас в разбомбленном. Все. То есть было такое. Там же как самолет летит, вот, и он подает определенные знаки. То есть они поражают, если он не те знаки подает, ну, это что-то, какие-то сигналы, то его сбивают. За сбитый самолет, вот, это награда, вот, это самая такая, считается, вот, за боевые заслуги, да. После окончания войны Ольга Головкина вернулась в родной Канск, вышла замуж за военного и вместе с ним проехала весь Восток и Сибирь. Затем судьба забросила семью в Бобруйск. В свои 97 главным богатством ветеран называет сыновей, внуков и правнуков, но самым важным считает мирное небо над головой. И пусть со дня Великой Победы прошло 77 лет, подвиг жив, пока мы помним. Мария Бересневич, Максим Кембель, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.